Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить Дивинити. Что ж, отправляемся в Сад Кемов. В прошлый раз мы с вами там проникли в его сокровищницу, достали реликвии, которые нам были необходимы. Ну, а в этот раз будем идти дальше и смотреть, что же там скрывается. Потихоньку как-то Аркс уже становится более-менее понятным и почти что родным. Ну, не совсем, но мы к этому ближе. И я не помню, кажется, вот эту комнату мы еще с вами осмотреть не успели. Ой, дверка спалилась. Тайная дверка взяла и просто целиком и полностью спалилась. Я что-то вижу. Ага, что ты видишь? Ага, мы видим, что заперто. Но у нас есть комрад фейн. Невозможно взломать. Тогда сейчас будем искать кнопочки. Так, кнопочки часто бывают за картинами. О, книга навыка насыщения теней. Это мы возьмем. Фолиант короля бога. А здесь что? Стоп, а что за фолиант короля бога? О! Хе-хе, классик. Ну и свитки каменной брони. Упа! Неопознанное копье, да мать вашу. Просто у копья бонус на атаку идет с ловкости. Соответственно, красного принца оно никак вообще не упало. Ну и горы золота. О, в коей веке в горе золота обнаружилось плюс-минус какое-то значимое количество золота. И книга навыка жизни на грани тоже вещь полезная. Кстати, возможно, в какой-то момент нам придется им злоупотреблять. Ни фига себе. Два призывания? Ух. Хорошо. Так. А, только единственное, что надо руну отсюда. достать. Да, и, соответственно, вот сюда мы ее вставим. Где она тут у нас? Вот это. Ну да, наверное, вот эта руна больше всего смысла имеет. Ох, ха-ха-ха. Фига себе, подгончик. Чпок. Правда, физической брони очень мало у нее. Но вот этот комплект я не хочу раздербанивать, потому что довольно-таки хорошо он работает, довольно-таки мощный. Уф. Но тут прям нормальный у него загашничек. И картина ответственности. Я так полагаю, что весит она как чугунный мост. Обычно говорят, стоит как чугунный мост. Клок кошачьей шерсти и следы крови. Как бы намекают нам, да? Мы, по первой части, помним, что лорд архукотик. Опа. Сокровищница Линдамана Кема. Ага. Эн Мафлин, щит. Возьмем, сейчас на нас никто не нападет. И здесь... Боль кинжалом пронзает вашу голову, заставляя остановиться, замереть на месте. Вы слышите голос, тихий и спокойный, но вместе с тем в нем звучат нотки разочарования. Ты проделал такой дальний путь, на службе у воров и шарлатанов, гоняясь за тем, что никогда тебе не достанется. Долгий и печальный вздох доносится до вас из самых недр пустоты. Это твой последний шанс. Брось заниматься глупостями. Уходи и никогда не возвращайся. Король-бог? Требуем ответы, с кем мы говорим. Я прошлое. Я стану грядущим. Я король-бог. Ты же заблудший слуга. Послушай мои слова и уходи. Я не причиню тебе зла, если ты не вынудишь меня. Любопытством, почему святилище короля-бога находится в таком странном месте? У меня много последователей. И последователи мои везде. Твои старания бессмысленны. Голос затихает, а вместе с ним утихает и боль. А... полагаю, что здесь... Ага, не так это работает. Что? Знак. Гляди под алтарем. Там нажимная плита. Только королю-богу ведома тяжесть ответственности. Я полагаю, что если они уже с картиной фокуса проворачивали... Ответственность. Хорошо. Ну, а мы ее возьмем. Найс. Ага. Вот это было красиво. Но и немножко очевидно, к сожалению. Хотя, чё, к сожалению, долго бегать, рыскать и пытаться понять тоже не очень. Ой. Тюрьма Арху. Прям вот так называется это, да? О! Вот она. Вот она, избавительница. И фонтан. Мы нашли фонтан-истока, наконец-то. Здесь кто-то есть, и ему ужасно больно. Говорит с нами, он сейчас, наверное, не будет. Человек перед вами дергается от боли, не замечая ничего вокруг. Его опутывают потусторонние оковы. И мы такие... Ту-лю-лю, привет. Пытаемся привлечь его внимание. Человек с мучительным стоном приподнимает голову. Спрашиваем, кто он такой. Я... Я Арху. Я Арху. Это Арху? Говорим, что мы искали его. Что ж, твои поиски подошли к концу. Ну, приношу извинения, если ты надеялся на более жизнеутверждающую обстановку. Он что-то не похож на Арху из первой части. В частности, мне казалось, что в первой части он был немножко побелее. Он кашляет, сплевывает комок крови. Заявляем, что мы найдем способ его спасти. Прежде чем он успевает как-то еще возразить вам, у него закатываются глаза, и он теряет сознание. Было бы здорово это поддержать как-то внешне. Ну, хотя бы мы нашли фонтан истока в этом акте. Это хорошо. Но мы с вами пришли, на самом деле, пока что взять избавительницу. Вот так находка. Определенно. И быстренько... Я надеюсь, что от того, что мы немножко потянем время и успеем тудым-сюдым побегать, ничего плохого не произойдет. Бочка проклятой нефти. Кстати, наш персонаж, наверное, такое может метать прям на ура. Да. Хорошо. Она может нам еще пригодиться в будущем. Ну, а тем временем... Я понимаю, что арху страдает, и мы как бы неким садизмом занимаемся. Но, осмотревшись кругом, мы потом, возможно, с вами сможем провести бой попроще. Ну, всякие скелеты и прочее, если их там выбросить так же, как было до этого с чуваком. С чуваком, который был ошибкой. Помните, там можно было скелетиков перебросить? Прогнившая нога. Едим. Фу, эта плоть давно протухла. Все воспоминания развеялись. Ой. Тогда прости. Я не то чтобы фанат каннибализма. Ммм... Нагрудничок. Вряд ли что-то фантастическое, но притырим. И мы с вами отправляемся, получается, на городскую площадь. А дальше нам надо будет пойти в казармы магистров. Кстати, как мы попадаем из казармы магистров в казармы паладинов? Хороший вопрос, потому что у меня ощущение, что мы их до сих пор не нашли. Ну, то есть, именно нормальный вход, которым предполагается, видимо, пользоваться. Но, ладно, длинный путь, он все равно путь, как-никак. И самое время нам тогда поговорить с Виндиго, потому что она, когда мы с ней разговариваем, она говорит, что пытается найти способ освободиться от короля бога, и как раз-таки избавительница нам в этом с вами может помочь. Посему плавно двигаем к ней. Я понимаю, что она, ну, что-то типа уже врага, от которого мы, откровенно говоря, устали. Но при этом, если она пытается это влияние с себя скинуть, может быть, она не такая уж и плохая. По крайней мере, мы можем дать ей еще один шанс таким образом. И мне кажется, что, ну, возможно, она его заслуживает. Это не точно, но все-таки дадим ей еще один шанс. Вряд ли от этого станет сильно хуже. Правда же. Ну и плюс, мне кажется, мы там с вами всех паладинов прогнали или нет. Вот это я не помню. Вот это, кстати, нюанс. Паладины, кажется, ушли. Еще лучше. Так, только тут придется опять ящиками поиграться. Ну, вот так. Пройдешь? Нет. Вот так. Вот так. Это равно не проходится. Нормально мы тут это, грузчиками подрабатываем. Все равно не пройти. Ну, да ладно. Я пытался, у меня не получилось. Вот так у нас получится точно. Оп. Здрасте. И Сибилу первым делом метать во все стороны свои эти... Свои штучки. Что ж, отдых. И Виндега. Больше никакой лжи пробужденной. Больше никаких измен, никаких смертей, никаких предательств. Ты можешь избавиться от меня, а я могу избавиться от него. Разрушение заслона требует жертвы. Даром ничего не выйдет. Еще раз спрашиваем, почему она считает, что заслуживает освобождения. Я больше не могу выполнять волю короля бога. Он обдерет и поглотит начисто все, что когда-то было моим. Мне больше не бывать среди его избранных. Но я знаю тех, кто до сих пор купается в его благосклонности. Освободи меня, и я тебе все расскажу. Девайс это. Вы протягиваете руку к устройству и чувствуете, как исток внутри вас застывает, словно вы до сих пор носите тот проклятый ошейник. Ого. Вы вспоминаете женщину, кузнеца из Форта Радость, которая сняла с нас ошейник. Пытаемся воспроизвести ее приемы и вывести устройство из строя. После некоторых манипуляций устройство жалобно взвизгивает. Щит окружающей камеры исчезает. Иди ко мне, моя радость. Она делает шаг вперед, медленно, но уверенно. Протягивает руки ладонями вверх. Они не источают ни огня, ни льда, ни проклятия. Король Бог больше не дарит мне своего расположения. К меня сорвали маску, и мясо содрано с костей, потому что пробужденный все еще ходит по ревелону. Теперь он избрал другого. Я должна ненавидеть тебя за то, что ты со мной сделал. Ненавидеть за тот ад, в котором я жила. Но его я ненавижу куда сильнее. Он любил меня, когда я была полезна. И вышвырнул, когда ты отказался умирать. Иди к новому избраннику. Пусть он страдает. Пусть страдает король Бог. Во имя тебя и меня. Интересуемся, как ее вообще занесло на службу к королю Богу. Завет. Звучит. Звучало. Так прекрасно. Вечность буквально в шаге от тебя. Но это все ложь. Нет никакой награды. Нет вечного процветания. Только рабство в пустоте. Правление дьявольской руки. Я была так наивна. Король Бог сказал, что я была особенной. Он подошел близко, а потом еще ближе. Слышать его, чувствовать его. Я будто срывалась со скалы, а он ловил меня. Снова и снова. Я подвела его. И никак не умирал. Не с тех его наказаний. Страшнее всего была пустота. Его отсутствие. Я думала, что смогу вернуться, вернуть его расположение. Вновь почувствую его. Настаиваем, чтобы она переходила к делу. Кто этот другой избранник, которого она упоминала? Линдер Кем. Новый любимчик короля Бога. На его костях кожа не больше, чем на очищенном плоде хлебного дерева. И не только в его ухо нашептывает король Бог. Гномика по имени Избел. Она готова исполнить любой каприз короля. Если хочешь добраться до короля Бога, сначала надо повернуть Линдер Мана Кема. Разрушить его башню лжи. Насчет Кема. А, да это же любимчик короля Бога. Кем служит черному кругу. Удивляемся, как она может быть в этом уверена. Догадаться было несложно, уверяю тебя. Я искала Далис. Кему она тоже нужна. Кто угодно мог рассказать тебе об этом. Я заявилась к Леди Кем на чай. Смешалась с другими гостями, пошарила по углам. Там отовсюду несло пустотой. Стоило бы ожидать, что мы объединим наши усилия, но нет. Король Бог любит стравливать фаворитов. Ему пообещал место за столом. И он старается его заслужить в одиночку. Усомневаемся в ее словах. Кем пытается уничтожить черный круг, он им не помогает. Как это мило. Пробужденный покоится на ложе лжи. Ты что, ожидал он будет раздавать пробужденным визитки и приглашать их для беседы? Однако, все признаки налицо. Некогда любящий муж, отдалившийся от недоумевающей супруги. Царатник Люца, на который теперь раздувает в Ордене огонь мятежа и раздора. Если хочешь увидеть по-настоящему, надо заглянуть за фасад. Увидишь, он довольно хлипкий на самом деле. Меняем тему разговора. Насчет Избилл. Да, она самая. Спрашиваем, почему она так уверена, что Избилл служит королю богу? Боги, а разве могло быть иначе? То, что она делала на острове Черной Вершины, вошло в легенды. По крайней мере, так она говорит. Король всегда привечал дерзких. Сражаясь за его благосклонность, они отлично ему служат. Уж кому, как не мне, это знать? Прибуем рассказать, где скрывается Избилл. Не скажу наверняка, но подозреваю, что ты можешь ее просто вынюхать. У нее нездоровая тяга к гнили. Найди самую гнилостную кучку дерьма, и, скорее всего, она будет там. Меняем тему. Спрашиваем о тюрьме. Как она оказалась в этой клетке? Король бог. Он сказал, если я смогу найти Далис, убрать ее, я вновь смогу занять свое место подле него. Но кем? Он не любит соперников. Хватило всего-то пары слухов. Они быстро дошли до магистров. Магистры, они знали, как заглушить исток. Они точно знали, что делать. А паладины, когда они меня нашли, они понятия не имели, как со мной общаться. Замечаем, что она все еще связана с заветом. Что я ожидаю? Я пойду к Кему. Точнее, в его поместье. Там хранится косая избавительница. Она освободит меня от завета. Да, я стану смертной, но уже не рабыней. В общем-то, поэтому мы туда и полезли за косой. Эта тварь с радостью утопила бы нас в море. Убейте ее. Если король бог и правда оставил ее, у нас появился шанс покончить с ней раз и навсегда. Виндиго отнюдь не пользуется моим доверием. Это ничего не меняет. А мы, тем временем, можем предложить ей косу-избавительницу. Но я бы... А, черт, нас в диалоге... Как бы это... Немножко не дают пользоваться инвентарем, то есть мы не можем косу выбросить. Черт. Петро. Петро. А, что ж, возьми косу-избавительницу. Отвоюй свою жизнь, и мы отвоюем ревелон. Считай, я тронута, пробужденный. Твое милосердие безгранична. Прежде чем уйти, хочу тебе кое-что передать. То, что я познала. Прикосновение пустоты, можно сказать. Наконец-то я разрываю вуаковы. Хватит с меня мучений. Никогда еще прощания не было столь сладостным. Так, а мы можем переключиться на кого-нибудь типа Фейна и попытаться ее обокрасть в этот момент? Косу-то я хочу обратно. Оп. Ага. Окей. Пригодится. Может, не пригодится, но все-таки. Пусть и Виндего рассыпаются по полу. Она готова войти в чертоги, свободно атаков короля бога. Вы слышите голос у себя в голове. Голос Виндего. Я есть я. И только я. Теперь твой ход пробужденный. Ух. Нига — глубокая заворозка. Если попавший в конус персонаж замороженный, их здоровье меньше десяти, они немедленно раскалываются. В противном уроне они получают урон. При этом, смотрите-ка, эта штука... Ух ты. Управление исчадием пустоты. Опа. Нифига себе. Ну, а мы возьмем глубокую заморозку. Ну, потому что я так думаю, что остальное все вообще ни о чем. Что ж, давайте посмотрим, смогли ли мы и рыбку съесть, и косу стырить. Коса у нас. Коса у нас. Есть. Она, правда, крадена, но все-таки. Такие вещи лучше сохранять. Сохранять. А теперь. Вот эта штука. Призывание. Призывание значит, девчуля, видимо, тебе его учить. Ух ты. Управление исчадим пустоты. Всего один слот занимает. Давайте подумаем, перегрузка не так нам важна, наверное. Я ей практически не пользуюсь. Вот это же зато довольно-таки интересно. Правда, иконка та же. Ух. Ну вот. Уже гораздо веселее. А что ж, а дух ее мы можем увидеть? О, мы и с духом ее можем пообщаться. Вот это надо же. Призрак Виндега дрожит. Она больше не наглая баньша, что призвала Кракена и потопила корабль магистров. Но испуганный ребенок, ожидающий родительского наказания. Он близко. Как близко. Неужели ты не чувствуешь его, пробужденный? Король приближается. Качаем головой. Мы ничего не чувствуем. Мгновение тишины заканчивается, и вопль Виндега прорезает воздух. Он вырывает мою душу, пробужденный. Отправь меня в пустоту, если должен. Не позволь ему забрать меня. Призываем весь исток, который мы можем собрать, и тянем призрака к себе. Король бог не должен победить. Призрак Виндега трепещет и дрожит. Ваш череп сжимается, ваша глотка горит огнем, но сгусток ее бытия уже почти ваш. Поем псалом для изгнания демонов. Подобно льду в огне, исчезнет он в присутствии божественности. Ваша голова вяжет от боли, будто мощь короля бога разрывает ее на две половины. Но вам удается этому противостоять. Исток Виндега устремляется у вас мощными толчками, и вы швыряете ее призрак в пустоту. Ой. Но лучше в пустоту, чем королю богу. Что ж, на этом Виндега заканчивается знак доблести. Используйте ее, чтобы... О, мы можем использовать их, чтобы получить очки истока. Ммм. А там, помните, в казарме у паладинов была еще какая-то девчуля, которая пленница, которую кем хотел покарать? А, да, тюрьма. Вопрос, кстати, как из тюрьмы все-таки официально выйти? Но я бы поговорил сначала с пленницей паладинской. Может быть, если случится замес, все-таки паладины поймут, что кем плохой, и поддержат нас в нашем начинании. Это магистр-заключенный нет. Во, паладин де Салби. Ангел ты мой, спустился с небес, чтобы осветить мою темницу. Чем я могу тебе помочь? А кем мы хотим расспросить? Он непростой человек, кладнохровный, опасный. Он возглавил паладинов во время войны, а потом так никогда и не перестал сражаться. А. Все то же самое. Окей, давайте хотя бы выйдем из тюрячки вот так, чтобы знать, где официальный вход в нее. А. А. Здесь же. То есть мы, получается, зря с вами... Да, я вспомнил, вот здесь же паладин сидел. Зря с вами вот в этот обход шли. Но что я могу сказать? Все намекает на то, что нам с вами пора отправляться... Ой, только... Ты, девчуль. А, мы же выбрали книгу навыков какую-то. Причем не просто какую-то, а мощную водяную. И, может быть, стоит ее изучить, прежде чем мы пойдем дальше. Проломы льда. Это ледяные поверхности ломаются. А где книга? Вот она, глубокая заморозка. Есть. А мы уже владеем им? Ой. А, да. С таким количеством скиллов и книг запутаться оказалось довольно-таки легко. Или... У меня вопрос. Что лучше, да? Мы можем либо в Саду Кемов попытаться освободить Арху, либо пойти с Избел разобраться. Но, наверное, давайте попробуем все-таки освободить Арху. Я так подозреваю, что просто так-то нам это сделать не дадут. То есть, такой сюжетный момент. Ну, в игре Ларионов должен сопровождаться хорошим замесом. И к этому замесу было бы здорово быть готовым. Но, судя по тому, что мы вот здесь видели, не факт, что мы к этому прямо-таки готовы с вами. С другой стороны, полуровня мы фиг где набьем. И в целом тут повсюду, во всех... Ну, все битвы довольно-таки сложные. И... Ну, нас, как правило, ваншотят. Но это тянется уже давно. История с ваншотами. Я думаю, а что если мы вперед отправим только Красного Принца? Все остальные подождут на ступенях. И подозреваю, что, чтобы освободить Арху, надо нам поглотить вот этих призраков. Поскольку это духи... Прекрати! Я велел тебе уйти. Ты убиваешь меня. Говорим, что мы должны попробовать спасти его. Нет, ты не можешь. Он дрожит. По нему прокатывается новая волна боли. Оставь меня, пока еще можешь. И не трогай. На середине предложения он теряет сознание. Нечую. Я попробую. Не надо боли. На дне Архута сильнее, чем это. Хватит, остановись. Слишком больно. Его лицо обмикает. Он потерял сознание от боли. Человек не реагирует. Он без сознания. О, а мы можем его попутно просто подлечить? Или даже, может быть, лучше в приогенный эстазис его поставить? Это же должно его подлечить в итоге. Я надеюсь. А можем... О, да, это его вылечило. Это раз. И, может быть, мы ему броню можем накинуть? Такое работает. О, лорд Арху в каменной броне. Просто если замес сейчас начнется, то лучшего способа начать его, как дать ему каменную броню, наверное, не может быть. Понеслась. Ждем, что будет. Я не могу сражаться. Нет сил. Умоляю. Так, Осквернители. Всего три штуки. Гость нужен нам живым. Только боль, никаких увечий. Дождемся хозяина. Акров хамелеона. Так, Арху в целом более-менее. Но вот тут как раз-таки самое время нашим стратежно отставленным в бок ребятам выйти и помочь в бою. То есть, если мы вот сюда подойдем... Ага, тут есть... Тут есть несколько мучителей. Но, возможно, сохранить жизнь Арху будет важнее. Он нам поможет же. Но каменную броню мы ему кинули. А дальше Фейн. Фейн. Если он... Давайте их тоже разделим. Фейн попробует вот сюда призвать своего инкарната. Инкарнат вошел в бой? Да, он не бежит к нам. То есть, на халяву инкарната мы можем набафать. Здорово. Первый инкарнат. Надо было в крови вызывать. А что нам мешает вызвать его в крови? Ничего. Ровным счетом. А сейчас у Фейна отлипнет инкарнат, и мы призовем инкарната на крови. И это будет повеселее. И тут как раз-таки мы могли с вами им накидать кучу перезагрузок при желании. Перегрузок. Потому что... Но... Мы в небо... Во! Давайте. Кровавого инкарната. Он будет чуточку посильнее. Не так, чтобы прям какая-то сильная колоссальная разница была. Но все равно чуть-чуть сильнее это лучше, чем чуть-чуть слабее. Плюс одно военное дело и по 15% каждого типа брони. Да, и я бы хотел этот бой начать... Ну, то есть, чтобы Фейн вошел в бой, выстрелил. Чтобы он не просто вот оказался в бою. Хорошо. А если он в невидимость... А, смотрите, у нас есть шанс чувака конкретно засадить, если нам надо. Ну, что ж. А если Фейн заюзает свой прыжочек? Он войдет в бой? Проверим. Да, Фейн при этом входит в бой. Вот черт. Ну, ладно. Зато у него будет на одно очко действия больше, скорее всего. И аналогично Лоуся. Вот здесь есть устрашительница черного круга. Сможешь... Инкарната вот здесь... Нет. Здесь ты не можешь в кровь призывать? Вот здесь можно. Хорошо. Если она незаметна как-нибудь тоже... Так. Лоуся. Угу. Угу. Ага. Здесь никак. Ну, тогда вот под эту тетку... Ну, хотя бы мы смогли на халяву сколько-то скиллов заюзать. Это уже лучше, чем ходить в бой неподготовленным, по сути, глушом. Раз. О, крит. Два. Поджопничек. Мой дорогой лорд Арху. Надо было сказать мне, что ты ожидаешь гостей. Бегите, глупцы. Приказываем Кему отпустить Арху. Он нужен нам живым, это крайне важно. Боюсь, что это вопрос с точки зрения. С моей точки зрения видно, что все вы должны умереть. От этого зависит все. Почему, Кем? Почему ты предал все, за что сражался когда-то? Предал. Я не предал орден. Я даровал ему свободу. Я был пешкой в руках Люцина. Я сражался за слабость, за небощь. Но затем Король Бог показал мне, каким может быть мир. Он дал мне свое слово. Он пообещал мне путь, не обремененный жалким стремлением Люцина защищать беззащитных. Он пообещал мне мир под вековечной властью достойнейших династий. Он пообещал мне место за столом в обмен на мою верность. Ведь Король Бог выбирает лишь самых сильных, самых верных, самых достойных. А теперь пробужденный. Последняя часть данного мной слова. Твоя кончина. Забудь про поиски Люцина. Поверь мне на слово. Наш так называемый божественный никому не принесет добра. Спрашивай о Марху, сможет ли он сражаться. Не могу. У меня почти не осталось истока. Я всегда был слабым волшебник. Просто не знал этого. Пришло время показать тебе истину. Кем тоже получает вне очередной ход. Огнево. Вот это плохо. Ай. Ай. Ну-ка. Ай-яй-яй. Разрыв сухожилия. Урон при движении. Но нам пока идти-то никуда не надо. Главное, чтобы Красный Принц хоть немного прожил. Ага. Ты. Ай. Фейна атакует тварь. Ладно. Если мы их изначальный шквал переживем. То у нас шансы есть. Проклятье на Лоусе. Короче, всем достается. Всем досталось. Но Сибила чувствует себя довольно-таки неплохо. У нее, правда, скиллы все. Все заняты. Но давайте попробуем вот сюда прыгнуть. Вот здесь будем вопросики решать. Жертва плоти. Раз. Загрязнение нам нужно 2. Ох, фига себе, кем мощный. Вот эта штука 3. И уже экономить не время. Кислотные споры. А что у кема? Давайте посмотрим. К яду 200%. К воде и воздуху. Естественно. То, что мы, по сути, не используем. Ладно, тогда голова медузы. Потому что надо готовиться к долгому бою. А взрыв праха как, не? Во, вроде хорошо. Ну, давайте. Лепота блокируется магической броней. У него магической брони вообще дофига. Так, у нас осталось одну очку действия, которая никуда. А вытягивание стука? А черт, оно не очень дальнобойное. Но тут наши инкарнаты могут хотя бы свои действия совершить. Ух ты. Хорошо. Вот так. Раз. И сбиваем с ног. Два. Девчуля, что ты можешь? Я так полагаю, ауру уклонения, как минимум на двоих она попадает, а значит, оно того стоит. И воодушевление. До кого дотянемся, того и бафнем. Получается все, но можно еще рога заюзать. Владыка Искар. А сколько у него к огню? 60. Но Владыка Искар нужен красному принцу. Жаль. Хорошо, вот эта штука тогда. Правда у нас, опять же, никто тут особо в ближнем бою-то не дерется. Кроме инкарната, который почему-то... А, он не на бафон оказался. Ну ладно, тогда ему просто молотит. Во. Фейн. Фейн пришел в себя. Это здорово. Что ж, Фейн. Так, а рикошет ни в кого не попадет. Но тогда давайте попробуем быстро прикончить вот этого гаденыша. Если такие опции есть. Теперь кто? Ай, там невидимый кто-то. Там кто-то был невидимый, но он атакует вот здесь инкарната воителя. В общем-то, что нам и хотелось бы. Кем? Дофига магической броню у засранца. Но это не значит, что он не непробиваемый, да? Ну-ка, на тебя. Раз. И на тебе. Пронзание. Ну-ка. Ой-ё. Красный принц, живи. Красный принц. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Красный принц, но он еще сможет сходить. Ай. Это дрянь адреналин, Юзек. Правда, в следующий ход у него будет меньше действий. За счет этого. Лоуся. Что ж. Ты давай куда-нибудь вот сюда дуй. А. Дуй в смысле прыгай. А не дуй. Я что-то задумался и не то сделал. Бывает. Хорошо, вытянем и стоп. Да. Тут инкарнату придется потанковать, но с этим мы готовы жить. И хотелось бы мне вот этого мучителя уже максимально добить. Ну, потому что бой пойдет хорошо, когда мы наконец-то хотя бы от кого-нибудь из них избавимся. Ай-яй. 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 Тут мега дуэль. Она плюс-минус в нашу пользу. Красный принц. Вот обидно, что он в бою один на один проигрывает. Но необъяснимое уклонение. Я так полагаю, адреналин. И жажда вампира. И давайте смотреть, что будет с этим убийцей теперь, когда красный принц готов с ним сразиться. Ну-ка. Во. Совсем другое дело. Фейн. Фейн, дружище. Добивай. Раз. И два. Есть. Минус один. Здорово. С этим разобрались. Правда, Фейн не дотягивается куда надо. А не, в прыжке сможет. Давай. Ой. Ой. Мерзко. Ой. Мимо. Девчули. Аура уклонения. Только так. И себя же в креогенный стазис может быть. А чем блокируется курица? Пис броневой. Печально. Окаменение не поможет. Хорошо, давайте. Хотя у него ворот. Ей сейчас прятаться не надо. Давайте тогда лучше ядовитую волну кинем. Ай, я забыл, что у него полный иммунитет к этой фигне. И что он лечится. Ладно, хотя бы так. Инкарнатик. А, это не Инкарнатик, это Лоуся. А Лоуся. Что ж, кему мы сбили магическую броню. Ну и кстати, у вот этого оскорнителя тоже магической брони нет. А у нас есть какие-нибудь огненные скиллы на готове? Нет. Не здорово. Не очень здорово, да. Ну хорошо, тогда тему наносить сейчас урон бесполезно. Да и соваться тоже, наверное, не очень. Бафать Инкарнатов. Ну ладно, хорошо, кему магическую броню дособьем. Ой. А Красный Принц вот здесь бросает вызов. Чёрт. Мы можем сделать... Мы можем бросить вызов. Так. И сбить гадёныша. Сбить его с ног. Во, и на следующий ход мы его добьём. Если сейчас вот тут что-нибудь не пойдёт совсем... Не поплата... Да блин. Да чтобы вас черти драли. Хорошо. Кем? Нет, давайте, наверное, сначала всех... Всех, кто помогает. Да? А с кем мы можем поменяться местами? Нет. Физического урона. Из урон нам здесь вообще ни к чему. Мы можем попробовать прыгнуть. Нет, туда нам не надо прыгать. Ладно, просто подойдём и ударим. Тогда проще кинуть вот так. Раз. Тоже уклонение? А, её аура теперь на нас... На них работает. Но хотя бы кем не атакует её? И пошёл в обход. Ну, естественно, с ауры уклонения. Это ему вообще зашибись. Сколько у него очков движения? А? Скажите мне на милость. Ладно. Порабощение разума надо обратно себе порабощать в Сибилу. Интересная, конечно, эквенция. Во. Она хотя бы теперь с нами. Теперь, надо вот с этим что-то делать. И аура уклонения фейн юзает. У нас есть какой-нибудь свиток магической брони. Хотя, я думаю, что теперь нам не прилетит ничего такого. Нам надо начинать заниматься кемом. У него дофига из брони. О! Но! У него рядом есть кровь. И туда встаёт инкарнат. И инкарнат получает насыщение зоркости. И за счёт того, что это кровенат, давайте-ка ему уже всё кидать. Ай. Отражение. Не стрелять в него бесполезно. Вовремя я об этом вспомнил. Доехали. Мимо. Мимо. Мимо, мимо. Мы себе... А вот это... Физброня. У него ещё есть физброня. Но взрыв фраха должен хорошо сработать. Давайте. Во. И всё-таки физброню я бы себе кинул. Бжж. На этом, пожалуй, всё. Хотя нет. Не всё. Вытягивание истока. Ну-ка, отдай мне свой исток. Гораздо лучше. Давай. Проклятие. Но проклятие хотя бы не промощение разума. Инкарната нашего прибили. Красный принц. Что ж. Вызов успешен. И теперь надо как-то ко всем остальным нам добраться. Вот так. И... О. Мы можем заняться вот этой. Цель заблокирована? Серьёзно, что ли? Хорошо. Таран. На таран идём. Худж. Угу. Ну и давайте хотя бы немножко магической брони Сибири восстановим. Кем оказался запер. Он сейчас опять нам фейна прибьёт, да? Он сейчас... Нет, не фейна. Ух. Аура уклонения, засранец. Выкуси. Эм... Эм... Правда... Эм... Правда, они... Мы можем... Можем прицелиться, если аккуратно. Просто если мы попадём в кема, нам крант... Эм... А может просто гранату какую-нибудь кинуть? Морозная граната. Он горит. Морозная граната нас не спасёт. Граната с гвоздями. Бронебойная. Эм... Зелья всякие есть у нас. Эх... Зелья интеллекта нас не спасёт. Гигантское зелье магической брони. Чтобы... Эм... Хотя бы разум наш не поработили, если что. И притворимся мёртвым. Ой. О, нет. О, нет. Так. Ой. Ой. Сон. Мерзко, конечно, когда у врагов куча контроля. Так, а у нас с вами сопротивление земли не максимальное далеко. Но мы можем отпрыгнуть куда-нибудь в сторонку. Типа вот сюда. Оп. И давайте камушек кинем. Чётенько можем чисто в двоих попасть. Ай-ай. Всё туда-сюда летает. Да, у этого засранца всё ещё отбивание. Так. Инкарнатик. Давай вот сюда. Ему придётся ковырять в ближнем бою. Прискорбно. И вот этот вот... Ой. Ой. Больно было. Однако ж. Взрыв трупа это вам не шутки. Куда он? Метеоритный дождь. Да ну нафиг. Как хорошо, что Красный Принц довольно-таки плотный. А? Хотя всё равно у него ресурсы потихоньку заканчиваются. Фейн не горит. То есть фейн будет, если что, возрождать. Ты можешь её к нам привезти? Она ещё и не в зоне видимости. А хорошо. За два очка действия мы можем вот сюда дойти. Правда сейчас огнём получим. Но это ладно. Но у неё нет брони. У неё нет брони. И мне кажется, это сейчас должно зарешать. Получай. Во. Фейн. Фейн, тебе надо вызывать цепную реакцию возрождений. Для начала давайте-ка возродим лоуси. Потому что фейн её видит гораздо лучше, чем Сибила. Куда-нибудь вне огня. Вот сюда. Прекрасно. И фейн может выстрелить, но нам это никак не поможет, к сожалению. Нам нужно тогда инкарнату дать насыщение силы. Получается насыщение силы и насыщение... А! Мы можем поглотить инкарната. Это не болезнь. Конечно. Не сильно нам ПХП это помогло, но зато по броне. Немота. Несерьёзно. Ай-ай-ай-ай, а вот это серьёзно? А вытягивание столько нет? Тоже несерьёзно. Так, Красный Принц. Что ж, даже с немотой он может сделать вот так. А вот это сколько требует? Всё сразу. Цель слишком далеко. Хорошо, давайте подойдём. Давайте подойдём и сделаем всё и сразу. Ну, здравствуй. И мы магическую броню восстановили немножко. Фем юзет огнево, это ладно. И медленно идёт. Ой, фейн... Фейну всё-таки то, что он пожирал инкарната, помогло. И главное нам теперь как-то рассредоточиться. В частности, Сибила может нам помочь. Ммм, блин, ну кем её рядом ставить я бы не хотел. Давайте её вот сюда попробуем поставить. И у нас есть ещё одно очко действия. Ну, бафнем тех, кто бафается. Теперь, девчуль, мне не хочется прям совсем от защиты играть. Фейн, возможно, сможет упрыгать. Да? Вот эта вот тётя вот здесь представляет некую опасность. А если мы ей отпрыгнем так, что она из боя выйдет? У нас такое возможно? Она не выходит пока из боя, но хотя бы она в относительной безопасности. Она может заняться самолечением. Есть у нас какое-нибудь большое зелье. Прям самое большое. 605. 1200. Хорошо, сойдёт. Пошло. Фейн. Фейн, твоя задача, наверное, пересадку кожи придётся заюзать. И мы отпрыгнем вот сюда. Вот здесь он вроде не в огне окажется. И... Тёть. Знаете что? Наверное, нокаут в данный момент нам лучше всего поможет. Да. Нокдаун, вернее. Не нокаут. Красный принц. Давай. Потому что дальше... Вызов мы бросить не можем. Ну да, мы и так... Хотя, стоп. У нас же должен быть вызов. У нас есть вызов, но придётся юзать пересадку кожи. Но мы сражаемся прямо рядом с фонтаном истока. Поэтому грех будет не заюзать эту тему, потому что бой прям максимально серьёзный. На. И, наверное, давайте уже для... Ну, чтобы полностью максимально быть сильными, жажда вампира и ударчик. Есть. Есть ещё минус один. Красный принц. Ну что ж, куда-нибудь сюда. А знаете что? Мы можем им выпить какое-нибудь зелье сопротивления всему. Ну, например, вот такое. Опа. Ну кем? Давай померимся теперь. И в этот момент огонь прошёл. А кем, просто игнорируя всё, идёт за фейном? Вот говнюк. Ну, у нас есть прыжок феникса. Мы можем его куда-нибудь вот сюда сделать. Сибила вышла из боя. Тибила вышла из боя тем временем. Интересно, а мы можем ещё и по крысе заюзать фонтан истока? Нормально так. Пока ребята сражаются, Арху просто сидит на земле, ну, расслабляется, чилит. Фейна мы видим. Мы можем как-нибудь отсюда фейна воскресить вне боя. Это нам бы... Нет. Хорошо, а если мы вот сюда куда-нибудь... А, нет. Куда бы мы ни пошли, короче, мы в бой войдём. Ну, если мы аккуратненько вокруг пройдём... Интересно, у нас фокус этот получится. Просто мне хочется на халяву возродить фейна. И причём воскресить его там, где он окажется вне боя. Чтобы фейн, в свою очередь, точно так же мог отдохнуть. Правда, у фейна, кроме призыва инкарната, ничего особо нет. Ну, давайте вот сюда фейна. Да, она попадает в бой, зато фейн вышел из боя. И фейн теперь сам пользуется фонтаном истока. А за счёт фонтана истока, кстати, мы с вами можем использовать ауру уклонения. Теперь фейн подходит куда-нибудь вот сюда. Было бы здорово, конечно, инкарната призвать, но ауру уклонения тоже весёлый способ всем помочь. Ну-ка. Давай. Во. Лоуся. За счёт этого Лоуся может не бояться Кена. Небольшой, знаете, как внезапный перерывчик. Такой, как рекламная пауза у нас была. И инкарната давайте бафать, потому что ему предстоит в ближнем бою ковырять очень серьёзного противника. Вот они, прелести игры на тактике. Ну-ка. Слышь ты? Овощ. В рясе. Раз. Два. Сибила. Подлетаем вот сюда. Физброняя у чувака полно, но зато у него не очень много магической брони. Чёрт, ну он так стоит. Ладно, давайте инкарната заденем, остальных не заденем. Себя тоже не хотелось бы задевать. Может, сверху посмотрим? Ну, вот так вроде норм. На. Ой. Тут и, короче, прилетели тупо в стенку. О! А вот так мы можем сделать бургер из него? Ну, типа, зажать между двумя инкарнатами. И, наверное, насыщение силы получше будет. После чего я бы просто отпрыгнул, потому что огневым чувак нас будет задолбывать. Ой, а мы можем отпрыгнуть вне боя? Оказаться. Так. Мы оказываемся вне боя. Восстанавливаем фан... Исток. Так. Отдыхаем. И в инвизе идем обратно, после чего юзаем ауру... О... Это. Ауру уклонения. Проходит ход. Ход достается фейну. И все повторяется опять. Так работает интересно. Сейчас узнаем. Нас заметили. Но ауру уклонения-то мы заюзали. Так, теперь наш инкарнат. Проблема в том, что этого года надо разглядеть как-то тут. Ну, а еще я вспомнил, что он может таки прыгать. Но почти смели мы ему броню. Ну, в общем-то, у нас все есть. Нам осталось только инкарната набавить. Все остальное мы в целом сделали. Но стрелять в него бесполезно. Это мы помним. Так. Угу. Конец хода. И снова фейн. Ну что ж. Я не могу себе отказать в этой приятной возможности. Там что-то лорд кем делает. Кого-то атакует. Но удачи ему в этом. Потому что ауру уклонения он теперь будет постоянно на нас видеть. Какое читерство, а? Как мне нравится ломать дивинити. Вот правда. Один из кайфов игры то, что можно ее постоянно вот так вот ломать. А что ж, у нас недостаточно очков действия, но ощупальцем мы до него дотянемся. Да, получай. Ого, истощение. Здорово, давайте обождем. И собьем гада с ног. Лежи, отдыхай. И плюс у него к огню, кажется, неполный иммунитет. Ой, неполный. Тогда вот эту штуку. Может и сток из него вытянуть. Далеко. Жалко. Отражение все равно на нем работает. То есть это у нас не получится. Но зато порченный клинок может ему хорошо сделать блок. Жалко. Фейн. Мне кажется, уже дела идут довольно-таки хорошо, поэтому фейн может просто стоять, наслаждаться зрелищем. Курица. А в курицу мы его можем превратить? Цель слишком далеко. А вот так? Ну-ка. Кудах? Кудах. Вот. Но отражение на нем все равно висит. Правда он быстро в себя приходит. Но мы можем его точно так же обратно сбить. На. О, снова лег. Ой, что-то не стоится ему на месте. Девчули, не, это все отразится в нас. Мы можем подойти и вертушку заюзать. Ну, короче, уже такое доковыривание лорда Кема идет. Хотя, мерзкий, конечно, типок. В плане его силы. Но мы нашли способ поломать игру. Очередной. И мне это чертовски приятно. Угу. Конец хода. Фейна, отдыхай. Красный принц. Молоти. Раз. И снова давайте-ка его уложим. Убаюкаем. На. Все, Васян. Ты как-нибудь дотянешься до него? Дотянется, кстати, вот отсюда. Но уже тут можно всем вместе, короче, гада добивать. Хорошо. Просто прекрасно. И вы мне говорили, что стоит посмотреть, поговорить с призраком Кема. Поэтому спиритизм... Ой. Ой-ой-ой, скелетик. Дух Кема злорадно ухмыляется. Черные искры пляшут в его глазах. Насчет его лояльности. Я дал обет королю. И я сдержу его пробужденный. Тебе я ничего не должен. Замечаем, что он потерпел поражение. Выходит, избранник короля бога не так уж и непобедим. Даже если ты победишь каждого упыря, поднявшегося, чтобы служить моему господину, это не имеет значения пробужденный. Скоро Избейл выполнит предначертанное. Король бог восстанет. И ты не сможешь этому помешать. Говорим, что мы знаем, что Избейл работает на короля бога и остановим ее. Ты хочешь остановить самого верхнего слугу короля бога. Пусть тебе удалось сразить меня, но я по сравнению с Избейл просто агнец рядом со львом. Она сожрет тебя заживо, сообщив о победе громким рыком нашему вечному властелину. Настаиваем на том, чтобы он рассказал нам все подробности заговора. В чем состоял его замысел? Моя задача была и остается проста. Победа короля бога. Ничего больше тебе знать не надо. Грозим тем, что поглотим его исток, и он никогда не попадет к королю богу, если не заговорит. Довольно. Ты разве не понимаешь? Владеть городом означает владеть собором, владеть гробницей, владеть люцаном. Люцан — это ключ. Пусть семеро мертвы, но их силы все еще живут в его гниющем трупе. Когда король бог завладеет последней крупицей божественности, наступит эпоха его власти. Вообрази только пробужденный. Чистый идеальный мир. В ногах воителей больше не будут валяться полчища трусов, выпрашивая подачки. Клады наших трудов достанутся нам самим и нам одним. Божественность, сохранившаяся в теле люцан, достанется лишь избранным короля. А ты, ты ее недостоин. Еще раз спрашиваем, в чем был смысл низвержения магистров. Мой господину нужен труп божественного, что лежит в его знаменитой гробнице. Он до сих пор хранит в себе слабое дуновение с семерых. Это то, чего не хватает законному королю, чтобы овладеть своим королевством. Иди ко мне. Постой! Что? Нет! Так мы не договаривались! Так мы не договаривались! Я вернусь! Я вернусь! Нет! Ты не вернешься! Стал еще одним очком истока. Ну что ж, а на этом у меня, пожалуй, все. Спасибо Дахамсу, Миша Лебедюю, Юджину, Вольну, Савелью и Сбенгзу за то, что тебя продолжают поддерживать канал. И в следующем эпизоде, я так полагаю, мы здесь все полутаем, поговорим с Арху. Ну и в целом займемся уже более спокойными делами. Я надеюсь, таких битв нас больше пока что не ждет. Все. Удачи, счастливо. Пока-пока. Увидимся.